Создание русского академического общества Благодаря которой все в те же 20-е годы были созданы первые в Эстонии высшие технические курсы, через которые прошла масса специалистов наивысшего уровня. И хотя академическое общество это существовало в Эстонии лишь до 1940 года, оно возродилось вновь в 1999 году. Причем и сейчас оно чувствует себя не менее полезным для нашего государства, чем без малого век назад. Вначале многим казалось, что русская интеллигенция, ее отторгают, ей нечего делать. Но на самом деле наш профессиональный уровень, наше понимание происходящего в Эстонии, наши способности предложить достаточно оптимальные решения, по мере все больше и больше становятся востребованными. Именно в этом цель русского академического общества. За прошедшие годы численный состав общества увеличился практически втрое, и на сегодняшний день насчитывает порядка 120 ученых самых разных специальностей и возрастов. Постепенно расширилась и территориальная сфера деятельности, выйдя за пределы Таллина. За последнее время были созданы три региональных отделения – в Тарту, в Коктлоярве и Пярну. У этих отделений очень серьезный научный потенциал. Они объединяют академиков, докторов, кандидатов наук и магистров, готовых обсуждать актуальные проблемы нашего общества и государства в целом. Как и в начале прошлого века, все они надеются, что к их идеям прислушаются. Я очень рад, что такие темы, такие и глобального характера, и применительно, так сказать, к возможностям Эстонии, что можно было бы в каких направлениях сделать, это неоценимый вклад. Я думаю, тут эти тезисы, они будут опубликованы и, безусловно, будем представлять, так сказать, куда можем. Надеемся, что будут учитываться. На сегодняшней конференции члены Русского академического общества проанализировали то состояние, в котором находится как экономика, так и весь социум нашей страны в новых геополитических условиях. Обсудили они свое видение того, какой путь развития мог бы стать наиболее выгодным для Эстонии, а также представили свои идеи и заготовки. Согласно им, наше государство обязано выделить для себя только те сферы экономики, в которых у нас уже имеется материальная интеллектуальная база, что в свою очередь поможет вывести экономику страны из кризисного положения. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.